Вы на канале Катман 227. Сегодня своего рода мой дебют лапы. Что только я не делал, вкладыши, всякие для обуви, водку, шарики. Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Денис, вы на канале Катман 227. Необходимо сразу до начала выпуска подписаться на мой канал, поставить лайк, оставить комментарий, если у вас возникли какие-то вопросы. Дензл Коуч, вы знаете, что делать, также не забывайте про кнопку донатов. Сегодня своего рода мой дебют. Я буду обозревать сегодня для вас лапы. Соответственно, этот выпуск для такой более профильной аудитории, для тренеров, для людей, которые интересуют лапы, кто там интересуется, какие лапы взять. Сегодня я вот для вас сделаю обзор лап от канадского бренда Rival. Но для начала мне также хотелось бы поблагодарить магазин Boxing Force. Ребятам большое спасибо за то, что предоставили мне вот эти классные лапы на обзор. Ребята, ссылочка будет в описании. Переходите, заказывайте, смотрите. У них такой очень интересный ассортимент различной экипировки, которую тяжело найти в других магазинах. Действительно, у них есть такой определенный эксклюзив, да, на определенные продукты. Ну что, о бренде. И кратко о бренде, когда я о нем узнал, когда я первый раз познакомился. Познакомился я с ним еще в далеком детстве, когда я играл в Fight Night на PlayStation. Там, значит, можно было одевать своего персонажа, боксера. И вот там был представлен Брэд Rival. Ну, он был такой там невзрачный, там, пару перчаток в черном цвете. И как бы и все на этом. Действительно, потом, да, уже ближе, там, скажем, к своей юности, да, там, стал интересоваться какими-то боксерскими перчатками. Забивал на сайте. Реально, действительно, не было широкого ассортимента. Были такие реально неброские модели. Пару цветов, пару перчаток, ну, пару цветов, там, черный-серый, пару, значит, экземпляров перчаток, бандаж, шлем. Ну, и какие-то лапы, типа, на этом все. После этого, значит, новую жизнь, так скажем, раз Амбер, это основатель этого бренда, вдохнул в него, когда начал сотрудничать, ну, для меня, да, для нас, для постсоветского пространства, начал сотрудничать с украинскими олимпийцами. Это Александром Усиком, Василием Ломаченко, Александром Возиком, ну, и так далее. То есть, тогда вот этот бренд стал более таким для нас понятным. И сейчас, действительно, очень большая линейка. Там представлены различные виды перчаток для различных целей, для мешков, для спаррингов, лапы, значит, дутые, маленькие тактические ракетки, тяжелые ракетки, маленькие палочки, очень куча всего. К моему большому счастью, мне удалось несколько раз повстречать раз Амбера, значит, в Саудовской Аравии мы даже с ним пообщались, да, на протяжении нескольких часов. И я понял для себя, что этот человек с большим опытом, человек, который реально шарит, у него есть свое видение экипировки, и всего того, что у него такой реально богатый опыт, он предъявляет определенные требования к экипировке, и, соответственно, сам решил создать экипировку, которая отвечает всем тем требованиям, которые он предъявляет к экипировке. Ну и, соответственно, это зашло реально очень большому количеству народу, ведь сейчас можно посмотреть любой из вечеров бокса, да, довольно крупных. Нет ни одного вечера, где мы не увидели бы экипировку Rival. Реально какой-нибудь боксер где-нибудь да будет по-любому в них боксировать на самом топовом уровне. Это говорит о том, что реально этот бренд хорошо себя зарекомендовал, хорошая цена у него, ну и, соответственно, цена-качество, и реально очень много вариантов кастомизации. Реально можно посмотреть. Я в вашем картинке здесь прикреплю, какие перчатки там могут делать. Модель одна и та же, но можно использовать разные цвета. Но сегодня будем говорить о лапах, и давайте начнем вот с этого экземпляра. Это Rival RPM 100. Это одни из моих любимых лап. Часто их использую. Как вы видите, ну им где-то больше трех лет. Они реально еще живые. Никаких нет у меня вопросов к внутренней части, да. Там многослойная набивка. С использованием технологии Feather Light. То есть типа, ну, легкое как перо, да. То есть бренд Rival говорит о том, что мы используем, значит, при использовании вот этой технологии Feather Light, типа перо, да, легкое как перо, они придерживаются такого принципа, что мы, значит, максимально эффективны, ну, мы хотим сделать экипировку максимально эффективной, при этом максимально легкой. В принципе, у них удалось, лапы реально не тяжелые. И эти лапы одни из моих любимых. Давайте разбирать сами лапы. Ну, смотрите, вот такая вот у нас расцветка, да, три цвета. Белый, золотой, серебряный. Немножко отличается рисунок бренда вот здесь на, значит, задней стороне. Здесь там чуть серого, здесь чисто золотое. Ну, в принципе, вот так. Есть у нас лицевая сторона, есть такой небольшой кружок, да, грубо говоря, центр, да, куда нам необходимо, так скажем, целиться. Лапа имеет изогнутую форму, что реально, значит, говорит о том, что она будет заставлять доворачивать кулак и бить правильной частью кулака, чтобы отрабатывать акцентированные удары. То есть вы можете, в принципе, здесь все регулировать, да, постановка этой лапы. Лапа довольно удобная. Мне, в принципе, все в ней нравится, за исключением того, что они у меня очень быстро завоняли. Давайте уже перейдем к обратной стороне, и я вам сразу расскажу, почему. Завоняли они, потому что, ну, я думаю, что все-таки не очень удачно материалы подобрали, ну, и чуть напортачились с вентиляцией. Здесь ее реально не хватает. То есть они сделали, как бы, да, вот такой вот отсек, да, такой щит для пальцев. Соответственно, да, их невозможно выбить. Они у нас спрятаны, но при этом этот материал не дышит. То есть, возможно, сюда можно было добавить сетку. Например, как они поступили вот в модели RPM5. Видите, здесь у нас сетка. Лапы дышат. Сетка у нас на внутренней стороне, да, давайте посмотрим здесь на такой вкладыш. Внутренняя сторона с отсеками под каждый палец. Это довольно удобно. А здесь вот у нас присутствует реально сетка. Нафига она здесь нужна, я не понимаю. Здесь они эту сетку, опять же, спрятали. Вот если я сделаю так, мы можем посмотреть, да, ну, вот, грубо говоря, вот такой у нас здесь рукав. Если бы он был из сетки, да, может быть, он не так круто смотрелся, но хотя бы дышал. Ну, соответственно, очень тяжело просушить эти лапы. Что только я не делал, вкладыши всякие для обуви, водку, шарики из спортмастера, ничего мне не помогало. То есть я их как-то там выкручивал, вставлял всякие распорки, ну, короче, все вроде меня очень быстро завоняли. Также, кстати, и перчатки вот этой вот серии RPM100. Но к функциональным свойствам этих лап у меня претензий вообще нет. А какие еще технологии они здесь используют? Ну, во-первых, типа, вот эта вот застежка, да, под углом. В принципе, она довольно удобная. Реально она фиксирует запястье, как летая, она так немного под наклоном. Здесь вопросов у меня нету. Есть небольшой рукав для защиты нашего запястья. Опять же, с внутренней стороны, вот здесь у нас такой небольшой выступ, такой небольшой выступ, да, который нам помогает фиксировать наше запястье. То есть у нас запястье не гуляет. Я считаю, что эти лапы такие довольно универсальные. А, ребят, знаете, что еще забыл сказать одно уточнение, что очень прикольно. Эти лапы идут конкретно под левую, под правую руку, не ошибетесь. Здесь есть такой рисунок. Ну и также вот на браслете здесь, значит, такой патч этой серии, да, типа Series 100, Rival, Professional и так далее. Ну и, соответственно, внизу написана модель этих перчаток RPM100 Professional. Да, возвращусь к универсальности этих лап. Реально лапы очень универсальны. По, так скажем, гашении удара, они сопоставимы с воздушными лапами. При этом они сохраняют обратную, так скажем, обратная связь на боксерских печатках, но чувство контакта. То есть ты чувствуешь, каким образом ставит твою руку, ставит свою руку боксер, да, который наносит. То есть, соответственно, для постановки, правильной постановки кулака эти лапы хорошо подойдут, в отличие, например, от воздушных. Но, опять же, да, производители делают различные продукты для различных целей, какие-то маленькие тактические. У нас сейчас пошла мода вообще, да, на разные виды лап. Там у кого-то там должны быть у тренера, типа и воздушные, и ракетки, и маленькие. Если ты понимаешь, как этим пользоваться, вообще круто. Если у тебя есть деньги, это тоже круто. Если у тебя нет денег, можно купить что-то универсальное. Вот эти лапы реально живут долго. И они еще таким, реально, считаются чем-то универсальным. И я вам скажу, что цена вот этих лап до 200 долларов за 200 баксов реально, как бы, классные. Классные лапы хорошие. И будут жить долго. То есть, лучше купить одну такую хорошую пару, чем постоянно ходить в спортмастер. Ну, как бы, себя будешь чувствовать просто, как бы. Ну, прикольно-то, как бы. Вот у меня такие лапы. Может, еще энтузиазма появится. Лучше там тренировать, начнете интересоваться там, я не знаю, развиваться как тренер. Вот такие вот лапы RPM 100. Реально неплохие. Мне вот эти лапы очень нравятся. Я использую их. Я использую лапы ультиматум. Я использую лапы вининг. Я не скажу, что это намного хуже вининга. В принципе, даже и ничем не хуже. Просто, как бы, ну, вот вининг, у него есть статус. И они реально стоят дороже. Лучше бы, наверное, купить две пары Rival, чем одну вининг. Но я думаю, вам и на три хватит. Следующая модель. Rival RPM 5. Вот такая вот интересная ловушка. Эти лапы у меня в пользовании где-то, наверное, месяц. Ребята, большое спасибо магазину Boxing Force. Ссылочка в описании. Переходите, смотрите. У них очень много различных продуктов. Вот у этих лап тоже есть несколько расцветок. Кстати, да, вот эти лапы. Забыл вам сказать про расцветку. Если будете покупать, реально захотите, ребят, не берите белые. Очень марки. Сначала я их протирал, там, значит, уделял им много времени. А потом, как бы, начал забивать, они начали немного пачкаться. Там у них есть реально прикольные расцветки. Есть что-то зелено-золотой, черно-золотой. Вот я хотел бы черно-золотой. Но когда я покупал, у меня была возможность взять только бело-золотые. Там красно-серебряный, синий-серебряный. Вот. Так что цветов, короче, много. Соответственно, по этим лапам тоже есть различные цвета. Но опять мне с цветом, так скажем, ну и повезло, и не повезло. Да, я получил взять только белые. Хотел, если честно, черно-золотые. Но, как бы, что получилось, то получилось. В нынешних реалиях довольно тяжело заказать что-то в России. Я купил вот из наличия то, что было. Очень интересный экземпляр. Сразу обратил внимание, да, имея опыт использования вот этих перчаток, что здесь есть сетка на вентиляции пальцев. И это мне прям очень сильно понравилось. Я думаю, о, блин, типа, вот класс, значит, они не завоняют. Но они реально пока не воняют. Активно их использую, никаких вообще вопросов нет. Мне нужны были перчатки. Мне нужны были лапы конкретно вот такой, так скажем, параболической формы. Да, они тоже, ну, бренд Rival. Добавляет параболическую форму к себе в достоинство. Говоря о том, что вот это очень классная, значит, лапа, ловушка, параболическая форма, все дела там. Ну, реально, что скажу от себя. Хорошо гасит. Заставляет правильно ставить кулак. Вот здесь реально вы почувствуете. Если здесь она просто изогнута, если чуть в сторону, у вас лапа не уходит. Если здесь попадает чуть в сторону, все, лапа сразу уходит. Ты сразу понимаешь, мы бьем не точно, мы бьем не тем местом, мы бьем пальцами там и так далее. То есть вот для постановки удара на самом деле, ну, вот для меня прям вот эта форма вообще номер один, если честно. Здесь отсутствует маркировка, на какую руку что надевать. Но, в принципе, по логике вещей, по липучке можно понять, да, в какую сторону здесь что должно смотреть и на какую руку что надевать. Ну, эти лапы отличаются от этих, понятно. Эти более универсальные, эти более тактические. То есть здесь запястье чувствует себя свободно, оно гуляет, но при этом ремешок, в принципе, фиксирует неплохо. Опять же, лицевая сторона с центром, куда нам стоит бить, соответственно, окантовка. Также здесь есть этот шов, как и тут, да. Опять же, они очень легкие, они гораздо легче, чем вот эти, но они и по габаритам, конечно, гораздо меньше. Но они ощутимо легче, чем RPM 100. Что реально здесь мне нравится, это вентиляция, соответственно, также вот этот такой щит. Хорошо, что здесь пальцы закрытые, потому что до этого пальцы были открыты у них на этой модели. Они были еще меньше. Я такие лапы впервые увидел у, значит, кубинского тренера Исмея Саласа. Вот я у него увидел, мне стало интересно, потом с ним поговорил, почему, как, что. Он реально такой, как бы, тренер техник, тактик, хорошо там, реально, ребята у него растут. И мне было интересно, говорю, почему использовать такие лапы, вот он мне объяснил. У нас встреча состоялась в Екатеринбурге, вот он мне объяснил, почему он использует именно такие лапы. Ну, соответственно, также по конструкции оно здесь все похоже. Видите, также отрезки у нас под пальцы здесь есть, соответственно, ну, так скажем, отсеки, да. Три пальца у нас здесь с сеткой и два пальца у нас так здесь из микрофибры. Внешний материал это лапа микрофибра. Ну, соответственно, такой же ремешок. Здесь они не указывают, что он под наклоном, но он, в принципе, практически идентичный, только немного потоньше. То есть здесь у нас, так скажем, он более качественно сделан, прошит. Здесь просто один слой микрофибры, на внешней стороне написано Rival, в принципе, и все, Rival RPM 5. Вот. Что здесь еще могу сказать? Здесь, если видите, рукав немного удлинен. Здесь он не удлинен, и здесь зачем-то сделана пена. На самом деле, вот эти лапы, лапы, что мне здесь не хватает? Очень классный, приятный внутренний материал. Он пока еще не скатался, но я эти лапы использую всего месяц. То есть если эти лапы уже скатались, там, да, немножко катушки появились, немного такой эффект наждака у внутреннего материала. Здесь этого эффекта нет. Мне немного не хватает здесь вот этого же, так скажем, бугорка, который будет фиксировать мою кисть. То есть мне этого немного не хватает. То есть здесь посадка, если здесь посадка довольно глубокая, мы прям чувствуем, что у нас вот эта часть, ну, то есть все, мы ее зафиксировали. Здесь у нас кисть ходит свободно. Поэтому, если вы где-то держите на лапах и чуть расслабились, он чуть не туда попал, рука у вас улетела, все, вы можете растянуть свой лучезапясный сустав. Короче, нужно быть внимательным вот с этими лапами. Они чувствуются здесь более жесткими, чем вот эти. Ну, опять же, эти уже у меня пожили довольно долго. Вот эти практически новые. Давайте по весу попробуем их взвесить. Испытаем технологию Feather Light. Окей. 7,5 унций весит эти лапы. Это, конечно, очень мало. 7,720. Учитывая, что унция у нас 32 грамм, по-моему, 210 грамм лапы, это очень мало. Вот эти лапы гораздо тяжелее. 10,5. Но я еще в них поработал. Если они сколько пота уже впитали, то же 10,5. Вот так вот. В принципе, это конкурент по весу лапам вининг. Но это реально, ребят, это не натуральные материалы, кстати. У нас все как бы говорят о том, что вот, должно быть кожаное, должно быть кожаное. Не всегда. Не всегда кожаное, это хорошо. Я благодарю вас. Надеюсь, у меня получилось для вас объемно и хорошо рассказать такую, провести небольшую экскурсию по лапам Rival. Хочу также поблагодарить своих партёров из магазина Boxing Force. Подписка, лайк, комментарий, кнопка донатов, группа ВКонтакте и Denzel Coach. Всего доброго, до новых встреч, ребята. Увидимся на канале.